здравствуйте дорогие зрители моего канала это девятая часть видео прохождение игры цивилизация 3 конквест на сложности бог без загрузок нация кельки карта большая с одной стороны я постепенно давлю арабов но с другой стороны они намного быстрее захватывают города моих союзников плюс есть одна большая проблема как только появится современные танки я уже не представляю как не ними будет возможность справляться конечно все города будут тогда в зоне достигаемости 3 хода современного танка две атаки заход очень боюсь этого момента как не пытаясь его тянуть но боюсь что скоро он наступит там еще единственная возможность останется у меня наверное заключить с ней перемирие и пытаться тянуть изо всех сил время и таки дайте до обычных танков но это будет немного в будущем а сейчас нам нужно выдержать ответ на атаку врагов не потерять артиллерию и кинуть все силы на получение танков к сожалению очень долго просто очень долго и даже несмотря на то что я такую большую сумму в получаю а сейчас не видим у меня анархия коммунизм появится увидим было в районе 600 все равно вот такие вот проблемы дорого мне сейчас очень нужны деньги и вообще нужно проверить нужны нужен для мне этот шоу дело в том что города у меня двенадцатки больницы так еще и не исследовал а это значит что вряд ли есть у меня жители которые маятся от безделья и которых нужно веселить артистами сейчас глянем просто заглянем в столицу и рядом с ней сразу станет все ясно продолжаю я делать голодных ученых таки говорят что открытие на голодный желудок лучше делается не знаю правда ли это вот моим жертвам захваченному гражданского населения арабов есть возможность проверить эту сентенцию таки мне кажется пора уже опускать эти города рост хотя не так мы сделаем когда этот самый рост а в принципе да уже быстрее появится если я дам возможность губернатору управлять да да пусть города растут дело в том что на коммунизме все города примерно одинаково строят коррупция размазана по всем городам а не так что центральные города коррупции почти не имеет окраине погрязли в коррупции поэтому есть уже смысл строить и более ускорять я не могу поэтому желательно во всех этих маленьких городах все-таки иметь хотя бы шестерку населения что даст нам возможность отстраивать уничтоженные бомбардировщиками зданий частности храма меня интересует так что давайте уже откажемся от ученых в городах которые содержит всего одного жителя это условность игровая наверно там миллион жителей до 100 тысяч не знаю так вроде бы все сделал второй момент артиллерию можно уже использовать для смотрите как бомбардировщиками пехоты пробили артиллерию можно использовать для подавления вообще не подавления для и уничтожения не подходит для выведения из строя да вражеской мотопехоты есть так танком повременим танк даже полными жизнями можно разобрать армии поэтому всегда сначала артиллерии обрабатываем мотопехоту мотопехоту вот и только когда мотопехота приведена до мотопехота приведена до состояния с одним хитпоинтом только тогда мы начинаем предпринимать какие-то другие действия кстати мне не нравится вот так намного не понял это я как бы до танка не доберусь но хорошо начнем армии работа где самая слабая армия вот будет прокачиваться на мотопехоте получилось героем становится так нам очень долго везет мне кажется стоит сдать армию посильнее на всякий случай нет никаких проблем ну надо же так ух надо же все получилось двумя армии армиями разобрал всех все вражеские мотопехоты так видите у меня сейчас уже есть коммунист у меня уже есть коммунист и к сожалению храм я построить не могу могу конечно ускорить за счет жителей но я не вижу в этом смысла даже более того можно хитрить а пока нет смысла хитрить вы видите здесь ячейки все приносят еду храм не построить поэтому просто дождемся когда город перестанет а подождите у меня же тут есть вот такие интересные юниты я их не помню в классике в классике помню только артистов ученых и налоговиков а пока анархия я не могу видеть как как влияют эти шахтеры или кто они там инженеры строители ладно поэтому рисковать я не буду когда подавлю мятеж тогда буду думать о постройке храма очень плохо когда лица находят друг на друга часто получаются мисклики так теперь у меня есть два подождите рисковать никогда не нужно вот так вот так теперь у меня есть возможность на танках попытаться получить лидера он мне очень нужен потому что если я получу лидера пожалуйста опять я не помню сколько 4 армии секретный дворец пентагон 6 значит а седьмой может я ошибаюсь это уже не важно но хоть приблизительно хотелось бы все это учитывать так ну и вот у нас появляется вопрос сделать еще одну армию или все таки купить шпионаж и а точек это комитет кгб появилась а ну-ка разведуправление шпионские операции ухудшает мою репутацию интересно если я буду против врагов шпионит будет ли у меня обижаться мои союзники скорее всего да скорее всего не придумали этот момент но это глупо то есть интересно уменьшить коррупцию можно и работает он только до тех пор пока у нас коммунизм с другой стороны я не очень вижу смысл строить именно сейчас этот комитет поэтому да поэтому пока не будем строить КГБ. А вот разведуправление я бы построил с удовольствием. О, три тоже повторять я не буду, конечно же. Теперь вопрос. За какую сумму мне хотят встать? Вот. Мне нужна нефть и переработка. Я надеюсь, после этого у меня появится нефть и может быть, я смогу ее продавать своим союзникам и может быть, это поможет им строить танки и мотопехоту и сдерживать арабов, потому что пока что не происходит это. Так, ну что ж, смотрим, что там сейчас за шпионаж. Кстати, вы, может, основную кольцо возьмете? Так, 19-10, основную кольцо вы не обращаете внимания совершенно. Так. Что я хотел? Да, нет у меня артистов, так что не обязательно мне с Греции витя и выбивать что-то. Хотя, есть мысль в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с Грецией. Чуть дешевле. Если вы бы посылать, бесплатно приняли бы, это было бы хорошо, а за деньги я не хочу. Так, понятно. Если только вы нуждаете в слоновой кости и при этом ничего не хотите за нее дать, а за шелк требуетесь слишком много. А что у нас из-за договора? Уголь каучу. А, пока не нужно тебя снова кольцо давать, может, я кому-нибудь позже продам. И также не стоит покупать пока разведуправление. То, что я куплю и построю, не значит, что я смогу сразу делать шпионские миссии. Кстати, вообще не знаю, есть ли смысл их делать. Я цен пока не знаю, увижу только когда построю разведуправление. Так что это очень тяжелый вопрос. Но в любом случае ход можно пропустить. Другой вопрос, что и затягивать нельзя с постройкой, потому что пока у меня есть лидер, второго я не получу. То есть я ход могу передать свободно, ничего от этого не потеряю. А уже следующий ход желательно построить разведуправление и потратить лидера тем или иным способом. Так. Здесь казарма еще есть хоть? Есть. Так, ну что ж. Следуем своим размышлениям. Ох, сколько там бомбардировщиков. Да, пора мне построить разведуправление. И потратить лидера. Так, там новый стрит хочет построить. Это тоже очень хорошо. Так. Еще сопротивляются. Очень плохо, что очень много авиации. И опять же, чтобы с ней бороться, мне придется отвлечься от танков, что делать нельзя. Зенитная артиллерия мне нужна. Не хочу я строить самолеты. Неудобные. Управление юнит. Эти аэропорты и тому подобное. А вот строить зенитную артиллерию пехоту с зенитками это очень хорошо. в городах поставить 20 юнитов и все. Эти бомбардировщики будут щелкаться, как орехи. Или просто наращивать количество армии у меня. А мне повыбивали всю пехоту. Посмотрите, какой ужас. а как они ухитрились это сделать? Вообще не понял я. Один пехотинец остался. Видно, не прорисовывается. А, ну да, вот если 4 удачных атаки, они точно удачные, потому что бомбардировщики мне поуничтожали у пехоты очки хитпоинты. И вот такой вот происходит. Да, это жесть. Это просто жесть такая. Так, ну тогда давайте покупать. Шпионаж. 1600 начнем. 1650 Хорошо. Теперь где-то надо вот здесь построить разведуправление. может не тратить на него лидера, просто ее строить. А ладно. Я думаю лидер еще будет. Так, и мне нужно как можно больше пехоты в этот город. Я так понимаю мне надо по десятку пехоты иметь, чтобы даже больше, чтобы бомбардировщики не могли мне эту самую пехоту пробивать так просто. Так, артиллерия. Я очень надеюсь, что будешь ты попадать. Иначе я могу оказаться в неприятной очень ситуации. там уже танк немного пробит, даже если на него не хватит выстрелов артиллерии не так страшно. Плюс здесь огромная толпа. гадская бмп прикрывает танк. Ладно, теперь опять возвращаемся к нашей кавалерии. пух, скоро не будет не хватать кавалерии. Так, пока оставим эту кавалерию. Орт еще там не пробитый кстати. Ладно. потерять сейчас армию это смерти подобно. Так, и мы сейчас еще будем опять пытаться получить военных лидеров. А что же по танку не попадает? Ужик. Есть. Так, перегоним всю артиллерию сколько бы ее там не было. вот построилось еще, да, тоже хорошо. Изо всех сил уменьшаем везде жизни у танков. Это очень важно, потому что меньше шансов потерять элиту. Так, а может еще одного лидера получим? Посмотрите сколько у меня танков для атаки. У меня правда меньше, да, у меня всего лишь три кавалериста, которые могут дать военных лидеров. Так, мне не нравится этот танк, он вообще мне тяжело было попасть, так еще и кавалериста потерял на нем. Как бы все, военных лидеров больше нет возможности получать, у меня не осталось. Не осталось же? А, есть элитный пек martyr Cuando было атаковать, когда танков было мало, а often не вернется. ладно а есть у меня еще элитные кавалеристы есть просто почему-то не других городах стоят не дают не дают не военного лидера и дают последний танк придется добить обычной кавалерии так сколько здесь уже пехоты накидал гадские повстанцы на себя не берут стрельбу первыми участвуют в обороне юнитов которых наибольшие параметры защиты поэтому повстанцы только после пехоты будут принимать себе бомбардировку это очень неинтересный момент извините прервали меня надо туда нагонять пехоту вот мне кстати кажется есть мысль рискнуть оттуда забрать тихотинца дело в том что здесь я не замечал бомбардировщиков кстати скоро они могут появиться поэтому как только мне перестанут давить эти вражеские танки нужно эти города тоже отбивать маленькие тем более мне пришло в голову да толку с них мало тратить на них оборону и тому подобное имею ввиду тратить на них солдат на оборону но независимости от того какой город я взял деньги будем захватывать одинаково то есть я говорил общая сумма делится пропорционально мне так кажется по моему от населения города не зависит сколько денег самом городе могу ошибаться кто-то в курсе можете мне исправить здесь я рискую а это современные танки возьмет город сразу так раз два три но мало мало пехотинцев пробили мне это 6 пробили 6 пехотинцев у меня и еще взять пехотинцев так чтобы не оголить фронт ох и здесь уже могут атаковать посмотрите как-то жестко очень вполне возможно катка уже будет проиграна о-хо-хо-хо-хо-хо-хо еще и греция помирилась с аравией невзирая на все наши союзы это вообще жутко так сейчас у меня доход немного вырастет что там еще могу построить cgb а я не могу построить там где дворец потому что cgb выполняет уже пункт хорошо пока пехотинец дальше посмотрим так разведуправление тоже пехотинец как ты греция могла меня предать сейчас нужно попытаться греция 50 войну и опять же это будет стоить денег очень плохо просто очень плохо так греция предательница где ты вот это да какие-то шумы просите и нельзя нельзя греции не тягивать потому что потом арабы тянут ее против меня это первых во вторых греции единственная страна которая на равных сопротивляется арабам по-моему даже захватили город ну точно не потеряли все остальные теряли так летом не заход пытаться тебе что-то еще дать да вот согласна обязательно воюйте обязательно давайте посмотрим что нам дает возможность шпионаж делать а аравия шпион а соответствует достаточно дешево и кстати есть один момент я не знаю ли вы справили или нет дело в том что я заметил такую закономерность есть лишь и он внедрился удачно то на этом же ходу скорее всего удачно у вас будет и кража технологий поэтому есть хотя я не знаю сколько стоит шпионской миссии хотел сказать поэтому есть смысл сначала набрать деньги на внедрение шпиона и сразу же кража технологии вот примерно все что они строят заход они сразу же присылают к сожалению они побеждают в этой войне у меня с трудом хватает сил отбиваться при этом у меня все меньше и меньше накоплено войск ну и сместил равновесие конечно или сместилась равновесие из-за вражеских бомбардировщик как только они начали мою пехоту давить в городах ох кто-то промазать очень плохо видите буквально хватает только подавить и все так что то что такое заколдованное всегда здесь там еще построилась артиллерия пока постоишь здесь так и опять не нужно рисковать армиями ими потеря армии это читать сразу ага а им нигде работать счетов они не добывают можно даже храм а подождите давайте пару пару счетов появится когда так можно проверить что этот инженер дает он не учитывается а или ли пока анархия стройка ним невозможно давайте подождем пока перестанут бастовать в городе и тогда проверим все-таки мне кажется намного лучше сделать всех на один ход инженерами если это хватит чтобы построить храм чем тратить на ускорение потому что на ускорение большое количество и сражается моих уже моих подданных арабов так доход 732 вместе с и как его там ул стрит нормально уже хорошо так надо последний ход все ух есть еще есть мото пехота и красно болин тут было 2 мотопехоты и не попала филерия ну справься я тебя очень прошу есть так где мои не все ранены заколдованы давайте начнем отсюда ох где-то я подставился по кавалеристу произвели выстрел можно конечно рисковать ради лидера но мне эта идея не очень нравится так что здесь пехотинцы держатся где там следующий пехотинцы на подходе вот сейчас будет море пехотинцев хорошо придется кавалериста брать обычно а вот стать у меня герой мне жалко потерять хотя он лидера не принесет да но зато у него больше шансов а не победит плохо вот видите уже потеря кавалериста и мне нужно отвлекаться после этого и строить кавалериста в замену видите я сейчас кавалериста не строю строю только пехотинца потому что мне нужно удержать города ух эти бомбардировки так что неужто да не будет атаки танков массово по крайней мере и сейчас я смогу взять следующий город вражеский и как раз пехота подойдет как быстро строится кгб хоть бери и строй но не будем мне сейчас нужны войска вот что лучше фабрику пока у меня уголь есть от греков или рынок который сразу доход падает но все таки наверно тест лучше так так биржа построилась фото так да потерял пехотинца к сожалению материал удачная бомбардировка и надо брать город вот этот город надо брать причем вот так интересно и можно взять вот отсюда тогда если горы захватывают артиллерии ничего не угрожает по мере так планируется и сейчас посмотрим какая сумма будет денег пройдено мной и захвате города так как теперь это плохо попадает чем города маленький там бонуса защите у войск много быть не может танки стоят ох надо рисковать и брать город армии это очень большой риск просто очень ну что есть бонус в городе и не и не атаковать нельзя потому что меня и снят и вот этот город взять бы ресурсы роскошь точнее могу торговать хотя никто роскошь у меня уже не покупается знали бы вы как не так а что там ага я не вижу что подпись теперь работа нужно прощелкать давайте сразу по щелку потому что я забуду это сделать все сопротивление нет и теперь можно увидеть инженеры дают толку это или нет дают в том случае я сейчас храм ускорю вы помните для чего нужен храм для того чтобы культурное влияние выросло и враги не могли меня атаковать схода могли только подъехать под город и там остановиться но уже вот так остальные опять наук да интересный момент что добавили этих инженеров или просто не помню как я говорю в любом случае это правда их добавили это очень удобно на коммунизме можно вот так вот храмы ускорять не за счет населения так что нам говорит дипломатия вы из меня выжили все потому что ох каучука у них нет потому что устроили мир ни с того ни с сего с арабами и здесь не могу ничего сделать ладно придется брать город этот армия 18 очень прошу не слезть хух ох ох ну танк уже не должен оказать сопротивление но танки нежелательно брать армии армия не должна остаться в городе если армии можно брать ой 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 не успела армия убежать очень плохо вот так танк не укреплен одна жизнь можно рискнуть отлично 450 монет так-то мало там я 700 получал или стало мало денег у арабов общая сумма уменьшилась или все таки есть учитывание количество населения из этого города так склоним сюда пехоту артиллерии по моему никто не достанет но опять же не достанет если не появились современные танки если появились то достанут или если там конница где-то завалялась так больше пехоты нужно если пехоты будет просто немерено сотня где-то тогда можно и время на метан так нет здесь дорог так что артиллерии кавалерия ничего не грозит артиллерии все-таки немного грозит так что у нас здесь нормально пехоты здесь раз два три четыре пять ну маловато но не откуда взять кавалерия еще меньше тоже опасная вещь так ну что ж буду надеяться у них нету юнита на 3 хода которые ходят и никто не достанет мне ни кавалерию ни артиллерию мне кажется греки там силами собрались посмотрите опять очень мало атакующих вражеских сил приходит то есть они где-то теряются где-то тратятся хорошо все на деньги мне нужно просто немеряное количество денег заход иначе никогда в жизни не достигну ох уже интернет у греков с момента когда ох по пехотинец проиграл да не достигну момента когда смогу выкупить всем ненужные технологии так готово все со мной дружат да тогда давайте стройте храм кстати сколько здесь щиток а нормально кстати нет смысла превращать их в инженеров так и можно взять еще один город с ладаном можно попробовать только опять мне придется сначала рискнуть и армией выбить мотопехот подождите почему здесь культура не растет а храма тайнец вот будет храм может что-то вырастить но его опять же уничтожит сразу почему не построился храм выбрав инженеров я видел что оставался один ход что за гадские инженеры куда пошли щитки в таком случае вот так и сделаю не может быть такое что храм построился его сразу а может вполне может быть и рабочий так смело пошел забывать паучук кстати попробуй его будут у меня красть я буду его красть назад интересный момент уже можно компьютер так обманывать так город минимум до шестерки отпустим потом дадим всем работать как они хотят даже не знаю получу ли я сегодня или вообще в этой игре станки а ну нефтепереработка 15 садов не хотите не хотите это очень плохо я своим входом не смогу получить эту технологию пусть выучить ну в принципе смогу посмотрим 5 ходов но вообще без денег очень рискованно так ладно давайте уже уничтожим отлично так опять рискуем артиллерии нужно подогнать вот это вот так и попытаться отстрелять этот город и взять его так в самый угол я надеюсь шумеры спину мне не ударят не понял я что ошибся и все ходы потеряла почему это произошло блин я заехал на клетку шумеров там были была устаревшая информация ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй была устаревшая информация о карте ну сейчас посмотрим может и оставшиеся артиллерии справлюсь верят ли конечно вот так не нужно делать как я сделал набрать кавалериста и и и сюда смотреть что здесь творится вот сюда нужно было артиллерию поставить на одну клетку ближе а теперь скорее всего мне не хватит артиллерии пехота ну можно пехоту сразу пока пригонять или нет так тем рядом складывайте собирать точнее складывают вещи так пехота неплохо строится мне кажется стоит Хотя бы в трех городах поставить строить кавалерию, там, где пехота строится долго, а кавалерия немного дешевле. Пехота тоже 6, поэтому кавалерия все равно нужна. Ради своих трех годов. Вот так. Так, у вас попасться. Ты герой, тоже тебе ца. Так, и надеемся, что хватит артиллерии. Очень, очень вряд ли. Хотя, если буду попадать... Так, где-то я там еще закреплял. Да. Аксиллерию. Вот ошибка одна, а может стоить не очень дорого. Блин, еще и танк есть. Ну, кажется, да, БМК свел до единички. Все. Теперь все зависит только от везения, справится ли моя армия. Как я и говорил, при атаке города очень большой шанс даже в мотопехоте с одной жизнью победить армию. Ох, все, нет, прошли. Еще один город, еще деньги. И еще одна попытка получить военного лидера. Еще 450 монет. Да, кстати, хорошая тактика. Ухватывать маленькие города и получать деньги. Но она долго длиться не может. Так, вот видите, это герой. А, нет. В смысле, он не дал лидера. Может использоваться. Так, ни в коем случае армию не загонять в этот город. Так, и у меня есть уже ладан. Также у меня есть проблема. Ох, какая большая проблема. Посмотрите, здесь везде есть дорога, по которой можно добраться до... А, мы сейчас уничтожим эту дорогу. До свидания. А, толку. Надо уничтожить две клетки. Это я не то делаю. Еще и моя прихода теперь не дойдет, да? Ха-ха-ха. Ты глупости надел. Если уже начал глупости делать, уже делаешь их до конца. Эх, как оно все жестко. Ошибался я. Очень много раз. Угу. Есть артиллерия еще у меня. Так что... Все было не так плохо, как я думал. Теперь надо где-то... На шкрябатьте хотим. Ну даже сертиферию захватит ее... А, тут эти железные дороги успеют... А, они успеют? Я же уничтожил их. Так что не успеют ее утащить, я ее захвачу назад. Уже легче. Уже легче. Не знаю, ли это получится. То, о чем я думаю. Да. И мне нет куда брать. А, есть. Клотские пехотинцы уже не нужны. До них не доберется никто. Даже современные танки. Так. А, торговлей что? Угу. У вас есть ладан. У вас нет точно. Вы его потеряли. Благовоние. Не хотите. Стар. Главное, чтобы вы меня не предали. Нет, не хочу. Так. Благовоние вам не нужно. Да дайте кто-то доход мне какой-то. Чего вы жадные такие? Ладно. Стар. Чтобы вы меня не кинули в столь сложной битве. Так. И все-таки давайте пытаться шпиона внедрить. Чтобы хоть узнать сколько стоит. Вот на этом ходу было бы. Был бы смысл пытаться еще и. Так. Красных технологий. Давайте увяжем. Увидим. О. Дешево, кстати. Я по-моему покупка будет стоить столько же. Я говорю безопасно. Ладно. Будем знать чему стремиться. Так я не решил вопрос. С обороной. Четыре пехотинца это мало. Это мало. Я так ошибся. Пять тихотинца уже получше. А. И все. К этому городу нет. Нет доступа. Главное чтобы шумеры меня не атаковали. Что я еще. Могу. Вроде бы ничего. Вот боюсь я везде где-то упустить этот ход. Как то артиллерия. Одна ошибка и. Ты все извиняйся. Это я артиллерию по недоумию. Завел на эту территорию. Ох. Бомбардировщики перебрались на этот город. Ух. Выдержал. Мы почти прорвались. Не зря я чувствую, что маловато пехоты. О. Храм. Хорошо. Казарму давай. Сейчас может быть военный лидер будет. Там много танков. На них можно потренироваться. Да. Фанк. Это тот город который я опять же не доследил. Я дал англичанам на один ход. И они мне поуничтожали постройки. Я теперь скрою их повторно. И кстати фашизм как то не сильно отражается на арабах. Такое впечатление что у них прирост населения больше чем потери от строя фашизма. Так. Храм не снесли. Казарму не снесли. Тогда стройку дальше. Так. Нет. Пехотинцы на месте. Так что скорее всего танки атаковали, проиграли и просто отступили. да и здесь пехотинцы нормально держать. А там артиллерия была. Она конечно помогла. Все. Вас всех. Губернатор вы стройте храмы. Их кота наконец-то пришла. кстати мне еще и помогли. Как их шумеры вытолкнули артиллерию. Отлично. И тут прекрасно. Жизнь налаживается. Но это все будет за современных танков. Пока не будет решен вопрос с наличием танков у меня. Не будет решен вопрос с появлением современных танков у врагов. Что же такое? О, наконец-то мне кажется. 100% купить за 3070 лучше, чем это убрать. Если это было бесплатно. Да. да ладно давайте посмотрим дадут ли нам военного лидера и далее ай-яй-яй-яй-яй потерял кавалеристы гадкий танк его разобрались кстати чтобы этот город не атаковали можно попытаться до получилось нет это забью своего чтобы уже про этот город не переживать когда можно будет больше больше пехоты перевести тот город есть опять же это все помогает только до тех пор пока не появились современные танки как только не появится это хитрость уже не сработает да ну-ка санк и нужно добивать обычной кавалерии надежде получить новую элиту хорошо надо сначала проверить а чего вы туда побежали низклик это можно и следующий город взять маленький пока я не потратил ходы армии так все кавалеристов ветеранов я не вижу почему здесь и хоккей казарма здесь тут правильно да пойм давайте попробуем ух выдержали кстати к жармой здесь нет поэтому возвращать нужно это чтобы на следующий ход кавалерия опять была как новенькая отлично стал героем хотя на самом деле это элита где этот мой идеальный перевод где была элита которая оставала героями только после того как давали военного лидера еще один отлично на следующий ход я уже могу получить появится если будет много побитых слабых танков так пехота не сбежала вся а сколько у меня пехоты давайте временно артиллерию отгоню чтобы знать сколько я а пехоту нагоню придется сейчас нефти переработать покупать пехоты маловато если здесь был один вражеский город было бы нормально я бы его взял он перекрыл бы про кстати здесь и спора так что вариантов нет надо рисковать атаковать и надеяться что все будет хорошо и что мне хватит пехоту держать город ага еще один ты хоть и есть артиллерии так ну вот надо где-то здесь ставить чтобы достать а чем защищать и даже не знаю это 5 и галять а подождите вот если не достаю если бы можно было поставить здесь то к этому городу уже никто не доберется то есть скабы сразу одновременно защищали бы артиллерию и защищали этот город если я ставлю здесь то нет я могу конечно эту ячейку уничтожить а нужно еще эту уничтожить нет слишком много ячейк нужно уничтожать ладно пытаем да и не повторять прошлую ошибку кавалеристам подойти посмотреть что здесь творится просто селитра это важно вдруг эта селитра нужна кому-то моему союзнику даже не вдруг а точно она нужна кому-то я ее им дам тем самым усилию союзника чтобы его не вынесли может если арабы еще какую-то нацию придавят как корейцев то они уже будут просто непобедимы я сейчас не уверен что я с ними справлюсь так не хочется рисковать 16 14 18 тут на этом ходу конечно появились кавалеристы а 1 возьмем армии еще 454 монеты даже интересно сколько там у рабов денег думаю что очень много так артиллерии у меня полно поэтому надо 1 2 3 4 почему то здесь намного больше так теперь встает вопрос как не защитить город и защитить артиллерию хотя опять же артиллерию мне вроде бы не украдут вот моя территория поэтому можно даже оставить пусть они и захватят и пытаются утащить они и на одну клетку продвинуть и все хотя они могут из нее еще и пострелять там нормальная полиция артиллерии поэтому да о подождите они к этому городу уже добиться не могут мое культурное влияние перерезала дорогу хорошо тогда можно рискнуть так не хватает мне пехоты реально не хватает пехот а подождите здесь же пехоты намного больше чем не показалось даже стоит артиллерию защищать артиллерии так хотел я этого делать так потому что прибрежный город можно не успеть проконтролировать но ох нужно рисковать даже вот так так и я хотел купить нефти переработку 511 в казне а у вас сколько в казне 53 тысячи елки-палки вот это сумма так о где-то я каучу а я там вырву дорогу наверно а ну-ка за каучук что вы хотите ничего вас тут добивают ничего подождите давайте попробую каучук кому-нибудь еще предложить а не нужен вам каучук и вам каучук не нужен в таком случае придется подарить каучук шумером так ну давайте посмотрим еще раз нефти переработка что выторговать а подождите подстали варенье как интересно видите они видят что я его ускоряю если я не ускоряю его не трачу очки науки оно не встает дешевле то о чем я говорил в принципе нет смысла исследовать можно все в деньгах измерять по-моему технология встает дешевле ровно на сумму которую вы истратили на науку ну ладно вариантов мне просто нет ага я понял нужно еще прощел нет а почему вы мне уже отказываете я что-то изменил своими действиями да вообще вот так могу сделать это когда повлияет на вас не понял не понял что продаете то нет видите не стоит мне все-таки не стоило перещелкивать да не стоило перещелкивать науку что-то изменил хорошо предлагаю вам так либо вы выжили жила бы да что-то изменил и все сразу же все стало хуже а было же 15 подул или из-за того что я щелкнул туда-сюда я потерял вообще прогресс да не было такого я не помню что-то потерялся прогресс исследований мда ничего мне в голову не приходит к сожалению ой я забыл еще про этот город здесь почти нет обороны да павстанца забираю они все равно не выполняют защитные функции против бомбардировщиков мы это уже проверили ух мало и тут пехотинцев мало и там везде мало пехотинцев но здесь как бы уже не могут мне за один ход достать по крайней мере так планируется хорошо зато они бомбардировками этими уже не бьют по одному городу а распорошили силу поэтому все немножко легче деньги деньги мне нужны деньги со страшной силой надеялся что я что культурное влияние вырастет нет не выросло три хода еще будем все маленькие города захватывать и дальше 400 монет получаем хоть как-то арабов ослабляем любите даже ресурсы захват для роскоши так что там с нефти переработкой почему не хотели торговать так я здесь даже отбился не очень и не очень плохо 4 пехотинца может было 6 в любом случае все нормально получилось так ух сейчас пехоты мое что там нужно control g артиллерию отобрать а пехоту все загоняем потом будем разбираться за ее перевести так еще пехота пехоты скоро у меня будет очень много давайте уже все прибрежные города приграничные усиливать так и начали восстанавливать потери кавалерия хорошо очень давно у меня не было военного лидера так 22 хода почему же вы передумали продать нужно было сразу же купить и все тран кстати вот приходит момент когда уже есть смысл пытаться красить технологию мне только не нравятся слова о том что как бы это правильно сказать что если я неудачно буду пытаться украсть то ко мне начнут плохо относиться это мне не нравится то и вот теперь думай пробовать красить или не пробовать вариантов нет нет давайте наберем 4600 большой шанс что в районе 4500 уже будут продавать технологии тогда я куплю переведу на столе варенье куплю что-то другое заполнил ну если выйдет так конечно так и будем следующий борт да надо прокачать хотя куда прокачать там 18 все нормально никого прокачивать не нужно было так кстати возьму этот город опять же можно не бояться что артиллерий захватит только больше это ошибки не допущу и сначала подойду вот так посмотрю что же тут так я не понял что у вас большие потери уже нет и есть мотопехота вообще по-моему пехота с турцами даже лучше чем по-то поглянуть 12-14 просто не ходит на два хода а по очкам по-моему она даже крепче а вот сейчас увидим появилась мотопехота мы сейчас увидим 12-14 про 12-17 нет слабее по ходам и по защите атака одинаково буду узнать продолжаем обстрел тут главное кстати не увлечь сильно потому что если я вот так а нет здесь широкая граница я уже думал захвачусь эти города и шумеры будут у меня в тылу нет вроде бы все нормально так теперь опять риск который я больше всего не люблю риск потерять армию берем мотопехоту в городе как не просадили армию 14 10 16 пошли взял хорошо опять 500 монет получил да кстати интересный момент атаковать слабые города арабов деньги идут границу справляю смешные бонус так пока все ему крутиться потом по городам нужно вас развести так сначала защищаем актиллерию хотя а нет вот есть место в котором можно достать так здесь только шумеры могут угрожать будем надеяться что этого не будет ладно трех пик оставлю сильно укрепимся а кавалерия пусть подавляет город население в нем хорошо где-то было у меня вот очень много пехоты отлично 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 два пехотинца так все настолько хорошо что страшно чувствую я сейчас современные танки появятся и поставят точку моей радости так и 4 артиллерии 2 артиллерии заберем пусть защищают здесь нормально здесь артиллерию не трогаем здесь она есть здесь не нужно ну как-то 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 так глянем что шумеры говорят вот опять согласно торговать опять я хочу перещелкнуть посмотреть что изменит все равно согласно торговать лучше потому что не будет осечки так и что нефть у меня появилась или на следующий ход или или нет не появля да 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 нефть появилась но я не понял а хотя если я предлагаю значит у меня есть ресурс нефти хотя бы один иначе у меня бы она даже не светилась но я надеялся что будет запас еще а где же это нефть мне понятно не вижу я конечно ох 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 и выкинули на бомбардировку уже этого города куда вы поплыли везде и железная дорога чего вас не выйдет гадский пиши и так давай гавань это город не растет так и не растет культурное влияние пора хоть где-то ему вырасти так и сейчас опять можно какой-то слабый а а вот этот город можно взять перебраться уже сюда хотя это конечно опасный маневр потому что там со всех сторон меня могут атаковать но ради денег я думаю стоит это сделать так вырастить скоро через два хода а здесь тоже два ладно мне понравилось каждый ход захватывает город каждый раз приходят деньги это хорошо так кавалерист разведчик научно большим опытом ох как греки потеснили арабов вот почему арабы обо мне забыли им есть от кого отбиваться посмотрите как прорвались греки где мне показалось может не стоит мне эту мелочь выруговать стоит уже брать большие города непонятно так опять идет риск армии она вся мне побита это очень плохо ой 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 пусть будет 13 надо было пропустить чтобы армии учились что ты сделаешь ух самый страшный момент возвращаясь в казарму здесь казарма были тут казармы нету где-то глюк какой-то как это нет не понял ладно на всякий случай переведу ну так это да действительно здесь ничего нет а когда это все уничтожили не помню или это бомбардировщики так не помню чтобы они здесь летали не портились вот это же зачем тут без фабрики вообще без ничего первый раз ну ладно лучше поздно чем никогда защищай от возможных атак деньги мы получили еще вход и до пехота пехоты нужно немного а просто очень гигантское количество пехотов чтобы к моменту появления современных танков у меня по десятку пехотинцев городе никакого никакого в плане сопротивления все равно не хватает пехоты или где-то я ее как-то не так распределил пехоты пехотинцев пехотинцев не пехотинцев не мгновен 5 Реально мало Так, вот здесь точно уже Недосягаемый город 2 оставим А, у меня же денег нет Не забыть, что там плавают гады Кто-то сам где-то вышел Так, передумали Правильно сделали Ох, забыл щелкнуть на ученых Так, здесь все постройки на месте Да, здесь нормально Так, никаких техотинцев Первым делом А, здесь, когда мы уже не нужна Город не находится На границе Давайте рынок Деньги нужны Пехота строит И, по-моему, греки там напрягают Как надо Арабов И это дает возможность Продвигаться вперед Что очень приятно Что там с доходом 831 Можно больше Да, и, наверное, стоит взять Это от города А у меня другой возможности нет Только он в пределах достигаемый За один раз его достану Так Опять Кавалерист-разведчик Так Артиллерии все больше и больше Это хорошо Пехота Где-то ее здесь рядом соберем Сейчас мы живем как паразиты Живем только на том, что Выбьем из арабов То есть деньги и города Население, которое Кстати, надо прощелкнуть население В прошлый раз Я забыл это сделать И Не произошло Изучение технологии С нужной нам Скоростью Так, и входы все больше и больше Это очень хорошо Это вселяет надежду, что когда появятся современные танки Мы сможем, опять же, количеством отбиваться от стати Посмотрим Получится ли Наша задава И заодно посмотрим Вылечились ли наши Кавалеристы в казарме Вот я не помню Там одного хода хватает Или надо один И еще один Как считается Ход Я знаю, что один ход в казарме лечится Но Сам интересный момент Если до этого хода Один ход Они уже были в обороне То лечится за один ход 100% А если вы встали в оборону То какое-то время Ну, как бы Ход отсчитывается С того момента Как они уже стояли в обороне Смотрим Да Если вылечить Значит, что правильно Такая логика и работает Давайте Я давно не смотрел Что-то в дипломатии Да-да-да Подождите Прощелки города Опять Нормального изучения Не будет И, кстати, есть смысл Заказать КГБ Вот, к примеру, здесь И все строящиеся города Сразу начнут Хорошо строить Другое дело Что да Это нереально Я можно было бы В этом кому-нибудь Снова захвачена Аааа Нет Чей больница Вообще круто Да 15 ходов Здесь смысл Нету смысла Только что Артистам Мы сейчас их Загнобим Ааа С эти несчастными Интересный момент Ну ладно Ради будущего Буста Чего вы таки несчастны Из-за того, что они мои Нет Тогда Ждемся Пока вас станет меньше И Вы будете Более счастливы Так Здесь построится Скоро Храмы достроятся Хорошо Теперь нужно рисковать Моими Армией О, хорошо Так А, все равно один ход Нет, нет, нет Нет Ты еще не сможешь А, нормально Как раз страной Будут защищать Артиллерию О, по 600 Да, действительно Чем больше город Там больше сумма Все-таки есть Это Соотношение Это хорошо Сейчас я начну Города Большие Обрабатывать И Сейчас культурное влияние Еще вырастет Будет вообще Крут Так И этот город По-моему Не достигаем А, вот Этот вот Кусочек Делает достигаемый В этот город А, нет Достигаемый Вот Нечейная Нечейная Железная Дорога Никто ее Не Отменял Что здесь А здесь Стоит поменять Раненый Пехотинцем На здорово Что это Где-то В целу Делать Что здесь Еще раненый Ну 4-5 Ничем Не хуже Обычного Ветерана Все Держатся Держатся Не хватает Пехоты Посмотрите Пехоты 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 Пехотинцем подавлен и население в нем сопротивляющие подавлено только тогда и будет нормально так очень потом стоит налоги у вас 4 600 в районе 4 600 они будут продаваться интересный момент сделали пушкой а наш примерно такого же какие покупка по цене я продумал так устроить культурное влияние от отверли танки будем сейчас пытаться получить военного лидера и плата на производство не будем менять так что хотя может быть было выгоднее все-таки построить сначала финансовые структуры потом как получилось так получилось и опять культурное влияние нигде не выросло а жаль очень хотелось чтобы это произошло так это время чем можно немного я уже долго играю хорошо что предновогодние еще есть выходные кстати поздравляю вас наступающим хотя я думаю перед новым годом еще запишу одно видео там будем уже буду уже поздравлять вас однозначно поздравлять вас наступать ну что ж давайте сначала разберемся ой иди сюда ожар разберемся с пехотой который у меня все больше и больше но и и много не бывает Когда у врага есть современные танки, а их нет, я надеюсь, но будут 100% лучше. Кавалерию надо пополнять потихоньку. Ничем хорош коммунизм, конечно, это на войну ему по барабану и строить неплохо. Демократия покруче, но огромный минус, что воевать не получится постоянно. А я здесь на сложности ГОК, воюю постоянно, вы видите. Кстати, мото-пехоту не строить, вполне возможно, они потеряли каучу. Хотя я в это не верю. Подождите, у меня еще была артиллерия. Отлично. Хорошо, и пришла пора попытаться получить военного лидера. не хотят. Не хотят. Уперто. Уже ходил. Ну, не хотят и все. Да что ж такое. Ох, не дали, не дали, обидно, ужасно. Ну, ладно, ладно, ладно. Опять же у меня пехоты полно и буду сейчас. Опять храмы их тоже. Бомбардировка меня запарила. Здесь храм целый. Хм, храм целый, а до роста 40А уже выросло, я понял. Опять не растет культура без храма, ну. Даже не знаю, что делать. Пойдется опять гнобить жителей. Вариантов нет. Не нужно, чтобы эта культура здесь разрослась, а дальше уже не важно, разобьют храм или нет. Назад культурное влияние низку кожица. Так. Столиварение 20 долларов. И меня сумма денег набралась. Может выйдет вступить? А вот здесь можно будет подумать. А, нечего думать. Танкетки важнее от бомбардировщиков я могу терпеть. А вот атаковать нечем. Кавалерия уже надоедает это делать. Что мы делаем? Попробуем увеличить количество пехоты в городах, которые обстреливаются, точнее подвергаются бомбардировкам. Вами здесь никто не интересуется. Да, пора этот город тоже сделать нормальным. В обороне. Раз, два, три, четыре, пять. Так, хватит по шесть, чтобы я точно знал, была потеря или нет. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, кстати, можно следующий город атаковать. Но я не знаю, стоит ли так прямо рисковать. Нужно переварить еще эти города. что я захватил. Там еще есть артиллерия непонятная. Нет, ну, должна быть артиллерия свободная. Вот, пять, восемь. Можно на штыковать артиллерию? Конечно. Ух, хух, хух, хух... Пили 38. Упало почему-то. цена а не то 4 до 4 что почему так не знаю все так а здесь придут есть вообще хорошо здание суда лучше ускориться постройки 5 построить вам таки недовольность что не родные получается так в таком случае вас набить до того состояния когда не нужны будут артисты вот да вот еще три артиста значит наблюдаешь чтобы вы работали не требуя артистов и уже будет прирастать мое население еще два сопротивляются и попробуем а не здесь есть кого мочить поэтому не факт что я буду иметь артиллерию еще брать следующий город а точно не буду потому что сейчас будет участвовать в бою армия и она не будет готова брать город так лирии все больше и больше хорошо пехоты все больше и больше на видное место нужно ее вывести прекрасно это видно мазал много потому что бывало у меня и побольше вражеской и меньшим количеством артиллерии отправлял . не получает отлично а вот уже такое количество пехоты не пробиваем а бомбардировщиками это хорошо так ты вырастешь один ход давай один ход и все главное чтоб не слезли храм на этот ход здесь полно у меня всего так полстанка точно перегоним их туда подавляют сопротивление так и пехотинка надо использовать там где ехать 6 спокойно можно спать здесь 6 здесь вообще полно чтобы бомбардировщики не пробились здесь нормально здесь много нормально недосягаемый так запасной нужен не нравится мне так шумеры тоже напрягают они в любой момент могут стать врагами хотя нет по моему они сначала должны да мир заключить с арабами только на следующий ход у них не шанс объявить мне войну один ход два действия по моему у них не получится так ну что ж начнем нормально так получается танки надо еще поранить поранить еще один ход есть справилась армия так нужно артиллерию опять опять в свободную и так и танки еще немного поранить отлично отлично все пора охоту начинать опять за военными лидерами и далее далее не везет какое количество у меня побед вот 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 герой 8 только я начала бежат так и можно кгб ускорить а можно армию еще одну опять вопрос что главнее в принципе армии справлять справлять вот кстати здесь как бы даже лучше строить еще лучше конечно вот здесь но опасно что мне по моему чудеса ним нельзя разбомбить но рисковать не хочет да наверно сделаем кгб все для ускорения то есть у нас коррупция мол коррупция сильная да давайте попробуем сюда и строй а подождите строй нужно отказаться от него здесь готово так и ты уже мне в принципе не нужен лидера не дашь ну вот можно рискнуть 4 5 друг два лидера будет заход айайайайай висну по 5 уже точно нельзя использовать когда будем пытаться получить еще одного лидера не дали а подождите подождите кажется могу получить следующую технологию так или варенье то ох и дешево не котирует она получается вообще-то 500 так а вы воюете 2 ой вы замерились не нужно восстануть войну хотя даже если вы мне бьете вынуть толку так нет не буду на торе то ничего тратить хотят пусть объявляет войну и хоть подотрутся этой войной потому что ничем они мне повредить не могут до шумеры пока самые лучшие в этом плане 3 300 не хотите о молодцы 3 что не захотите да ближе ближе к танкам и к да и к таких венитной артиллерии ну или к авиации ладно потом будет думать когда разберемся с двигателем хотя нет опять же авиацию я могу пересилить опять 4 что стоит и на тоже зависит от степени изучения на технологии о это хорошо надо шумера воевать скорее если куда силы тратить так как это у меня в тылу да 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 все на деньги комитет пусть безопасности сейчас посмотрим что в этом городе станет о рубка нет вообще очень хорошо здание суда в таком случае не нужно фабрика очень долго а рынок до производства мне хватает денег не хватает ой здесь коррупция полностью пропала и начала и терпи катился вообще хорошо а почему культурное влияние так и приграничные по-любому казарам а вот вот она выросла но правда не о нефти следующий город можно брать и красно а еще два артиста поскольку я от них избавлюсь можно этот город уже включить в работу все же видно если население принадлежит не не то она увидите плохое у него настроение и так давайте два артиста сейчас мы от вас избавимся артисты хорошо и вперед вопрос рисковать брать большой город или нет со временем а нет все могу еще попытаться лидера получить и все на этом заканчивать так что с ценой это было 4 600 понятно вот 17 нужно открутить 18 не получилось ну ладно так два танка на развод лидеров их ход и полно у нас строилось хорошо доход остановился на 800 золотых ход так артиллерия ну а мне нужна элита это стало меньше получилось не получилось что у нас с обороной тут есть артиллерия здесь нет здесь полно подумаю может в следующем видео еще решить сделать ту раз большой пока не хочу этого делать ну и время уже нет ну и время уже нет все ходы сделаю и чтобы на следующем видео уже да вот все походили в следующем видео не приходилось бы делать эти нудные операции ну что ж кажется мы ухитримся выскочить из этой страшной ловушки с отсутствием старых танков и наличием у врагов современных по крайней мере уже близок к старым танкам и тогда все станет намного легче то есть мне уже армии не будут нужны чтобы атаковать города и чужие юниты а если здесь действительно армии дают плюс один то тогда вполне возможно четыре старых танка станут ходить как современные на прихода это будет круто ну что ж спасибо всем кто следит за моим прохождением действительно на боге игра как бы так сказать постоянно держит напряжение постоянно не знаешь выиграешь или проиграешь а то некоторые комментаторы говорили что неинтересно смотреть после переломного момента когда я уже просто ехал и современные танками всех насил тут такого нет короче если вам понравилось ставьте лайки комментируйте подписывайтесь а я буду с вами прощаться и как всегда желаю вам всего наилучшего пока пока